Рада приветствовать, дорогие зрители нашего видеоканала, Яна Ростислава Людовик. Сегодня я хотела бы помедитировать, предложить вам медитацию. Конечно, о медитации я планирую отдельно тему вывести и отдельно уделить особое внимание этому важному действию. Но сегодня, я думаю, что вы все знакомы с медитацией, и я думаю, что в основном каждый из вас ее время от времени или регулярно делают. Поэтому будем в свободной форме, как вы привыкли, и как я это делаю, мы помедитируем. Продолжение следует... Сегодня очень короткая медитация у меня. Я хожу уже несколько дней в состоянии того, что я ношу определенную информацию, как будто бы задание, которое я должна выполнить. И я ношу, как будто бы какой-то вес, я бы сказала, килограмм весит. И пока я этот вес, пока я эту информацию не передам, я не освобожусь от этого веса. Это связано с тем, что мы что-то получаем, что-то отдаем. И в таком обмене мы постоянно все находимся. И вот если я что-то беру, я должна что-то отдать. Иначе получится дисгармония. А потом, что будет происходить за тем, если я больше беру, чем отдаю, то будет происходить так называемые энергодолги. А что такое долги, мы все хорошо знаем. Это то, что можно побыстрее отдать. А энергодолги — это то, что происходит на уровне наших дел, наших добрых дел, которые мы должны делать безоплатно для того, чтобы у нас была хорошая жизнь. Потому что энергодолги как раз и приводят к тому, что в жизни человека происходят страдания. Отчасти это связано с тем, что человек в своё время не сделал что-то для других от всей души, что-то важное, доброе. И существует такой механизм, который возвращает доброе или же наоборот. в жизнь самого человека. Так вот, сейчас у меня всё время мысль уже несколько дней о моих учителях. А сегодня я хотела бы вернуть им должное. Мне очень нужно их всех вспомнить и поблагодарить. С самого начала наши учителя — это наши родители. В отношении отца у меня есть отдельное видео. Отец был моим учителем. Он учил меня своей жизнью, тем, что он был честным. И он и есть честный человек. Он очень вежливый. Он очень внимательный к людям. Люди его очень любят, уважают. Я могла бы говорить, чему мой отец меня научил. Наверное, ещё целую лекцию. Но я хотела бы больше в данном случае остановиться на то, чему учила меня мама. Она была необыкновенной женщиной. Очень красивая. Но она была не похожа на всех женщин. Как бы в то время считалось, что женщина должна смотреть за детьми, обстирывать, варить, готовить, убирать, стирать и так далее. В нашей семье моя мама имела другие таланты. Моя мама была исследователем особенных методов лечения. Тогда было сложно с литературой. Моя мама познакомилась с семьёй, которая ездила в Германию. И эта семья привезла малоизвестного в нашей стране, но очень известного в мире систему водолечения по Кнейпу. И вот моя мама переписывала эту книгу, потому что она хотела вернуть её. Она взяла её для изучения. И вот она старательно переписывала её листок за листком. И мама делала эксперименты. То, что касается ведения хозяйства, это было неинтересно моей маме. Она занималась изучением трав, лечением травами. Она нас лечила исключительно травами. Мы не знали таблеток. И это мне было всё интересно. Я это запоминала, с интересом наблюдала, как мама берёт такую траву, такую. Она рассказывает, какую траву. Я видела, как она её заваривает, запаривает, марлечки выжимает, даёт нам. И папу она так лечила травами всё время. И этим была моя мама мне очень интересной. К слову сказать, я увлеклась этими знаниями и продолжила изучение лечением травами. Но по поводу здоровья и лечения нетрадиционными народными методами, я думаю, что мы сделаем отдельное видео. Итак, моя мама передала мне очень важное. Я считаю, это постижением сил природы, постижения нестандартного метода лечения своего организма. Дальше моей учительницей была бабушка по линии папы. Когда мы приезжали в село с маленьких лет, я изучала там совершенно другой мир. Мир коровы. Видела поросят, куры были у бабушки, утки были у бабушки. Ну, в общем, я изучала и кормила каждое живое существо, будучи ребёночком с пяти лет. Бабушка мне говорила, когда я подросла, она мне сказала, «Ты разумна, когда у тебя есть человек, а когда у тебя нет человека, ты не разумна». Ну, в общем, очень серьёзное такое высказывание, ну, на русском языке оно звучит так, что «Ты умная, если у тебя есть муж, а если у тебя нет мужа, то ты не умная». А я так задумалась над этим. Потом ещё было в детстве, бабушка рассказывала нам с братиком моим о Боге. А мы смеялись и говорили, «Бабушка, нет Бога». А бабушка нас убеждала, что Бог есть. Но мы так, в общем, похмыкали, не стали спорить с бабушкой. Но это я запомнила. Я могу сказать о том, что считаю свою первую учительницу Елену Наумовну, я об этом рассказывала, своей настоящей учительницей. Она проявляла ко мне доброту, внимательность. Я ей благодарна. В более старших классах была учительницей истории Валентина Ивановна Давыдова. Тоже ей очень благодарна. Она прощала мне, наверное, что-то, что я могла делать лучше. Она меня любила. И я её любила. У меня в школе была замдиректора по политической части. Она меня заметила. И так вот поднимала по комсомольской линии. Всё время в руководство. И вот она видела во мне что-то особенное. И я ей за это тоже очень благодарна. Была учительница по математике, не одна, которым я очень благодарна. Учительница химии, которая открывала передо мной что-то очень интересной учительницей украинского языка и литературы. тоже была необыкновенной учительницей. Наверное, были и другие учителя, которые, которые меня благодарны. Вот хотелось бы отдельно сказать о времени последнем, когда мы уже стали писать книгу. Это в 2010 году. И когда мы сами начали изучать истоки гармонии в семье, мы как будто бы ее имели и имели реальное счастье семейное, но когда стали думать о том, а из чего оно состоит, как его взять вот так вот в ладонях и можно ли его так взять и передать еще кому-то. Так бы хотелось поделиться своим семейным счастьем и распространить его всем желающим. Возьмите люди семейное счастье. Это так хорошо, когда в семье все ладится и все замечательно. И вот тогда мы стали думать и изучать. А из чего же оно состоит? Какие там есть комплектующие, какие там есть композит, какой его собрать и передать вам желающим принять это семейное счастье? Или из каких составляющих оно состоит, чтобы взять выписать вот вам вот столько того-то нужно, а вам вот столько-то того-то нужно. Пожалуйста, вот возьмите то, чего вам может быть не достает в вашей семейной гармонии. Вот вы его приобретете и у вас тогда появится семейное счастье. И вот тогда мы стали изучать тренинги разных гуру, наставников. И я хочу особенно поблагодарить и порекомендовать это Марину Замшарифовну Таргакову. Я ей очень благодарна. Она настоящая гуру и наставница жизни, в частности для меня и, я думаю, для тысяч других людей в разных странах. И я скажу вам, что я где-то слушала ее наверное около двух лет. Ну и сейчас время от времени продолжаю слушать. И особенно раньше я вот посчитала сколько лекций я ее прослушала. Это где-то 90 лекций. Я думаю сейчас уже наверное около ста. И я каждую лекцию почти что каждую я слушала где-то от пяти до десяти раз. И знаете ли, с каждой лекции мне казалось, что я слушаю что-то новое, что я что-то не услышала. и вот это что-то оно очень важно. И вот слушаешь, слушаешь и чувствуешь как будто бы что-то внутри наполняется. Наполняются какие-то пустоты, которые реально существуют внутри, невидимые такие пустоты. потом я познакомилась по рекомендации Марины Таргаковой с ее учителем Александром Геннадьевичем Хакимовым. Я тоже слушала его около девяносто лекций и слушала тоже некоторые лекции, может быть десять, может быть пятнадцать раз. Особенно меня просила лекция «Кто такой Бог?» Я считаю ее фундаментальной. Я ее слушала наверное неделю и слушала ее с утра до вечера. Может быть даже две недели я слушала эту лекцию «Кто такой Бог?» И мне казалось что на этот вопрос можно ответить может пятью предложений и я никогда не думала что одна лекция может быть четыре часа. Это восхитительно и поразительно. Я рекомендую вам послушать именно эту лекцию «Кто такой Бог?» Вообще то я рекомендую вам послушать все лекции этих замечательных учителей и не по одному разу. Конечно может быть некоторые задумаются где взять время. Я могу сказать что так как мы живем на земле и в летнее время и все время часто что-то ссадим или пропалываем. Я просто брала телефон с записью этих лекций и слушала во время работы. И любую работу которую потом делаешь облагораживаешь ее великими духовными лекциями. Я знаю что люди слушают и других гуру и конечно я считаю что это замечательно. Есть и другие тоже учителя очень есть люди которые обучались или приехали из Индии в частности. Эти все лекции очень считаю полезными и тоже их все рекомендую и где бы я ни была где бы вы ни были я думаю что ведь в транспорте ли вы едете идете ли по дороге или что-то делаете все это можно продолжать слушая лекции великих учителей когда я слушаю их конечно же я не забываю поставить им лайк чаще всего делаю благодарственную запись в отзыве где-то на страницах в соцсетях обязательно делаю лайки где только возможно и благодарственные записи это я делаю от чистого сердца хотя опять же оказывается как оказывается есть такой закон сохранение энергии когда если что-то берешь и особенно бесплатно то нужно постараться добром ответить взаимностью ответить добром добро передать этим людям которые работают для того чтобы мы были духовными образованными и более счастливыми на сегодня я заканчиваю нашу встречу я предлагаю закончить также медитацией благодарностью благодарностью Богу обоих помимо не я не не ни не ни не ни ни Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Заканчиваем нашу медитацию. Субтитры создавал DimaTorzok До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok